друзья всем доброго времени суток всем привет из германии посмотрите какая классная погода вот просто даже не хочется входить в дом заходить в дом хочется здесь оставаться потому что знаешь точно что это все быстротечно и скоро будут дожди 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 но сегодня я хочу вас пригласить в свой контейнерный садик пойдем мой контейнерный садик начинается еще с вот этой зоны где мы проводим очень много времени здесь у меня мною созданная композиция как я это делала можно посмотреть в одном из видео рядышком стоит тоже вот такая суккулентошная композиция но конечно же будет речь не о них сегодня это не могу не показать вот такие милашки которые дети солнышка нет но все равно видно да вот такие милашки которые вот на таком стульчике стоят или же в общем везде везде дело в том что у меня везде контейнеры везде растения идем туда куда я бы вас хотела пригласить я бы хотела конечно же свое внимание сегодня уделить именно очиткам седумом зибальда именно акцентировать на них внимание но в общем конечно же надо сказать и о других растениях это у нас внутренний двор вот с той стороны улица и вот здесь у меня стоят в двух больших контейнерах тисы я подойду к ним сейчас поближе в этом году им уже кстати ну три года это точно в этом году я решила их немножечко изменить и их подстригла из приделала и ножки то есть оголила вот здесь вот эту часть и в таком виде вы знаете они мне стали больше нравится вот у нас с обеих сторон такая себе симметрия и когда приходят рождественские праздники то мы наряжаем их здесь гирлянда иллюминация и это очень очень красиво каждый год у их подножия росла дихондра но так как дихондра однолетнее растение я решила ее заменить плющом и таким чудным образом еще тут и примасились каменные розы они вот так немножечко выше чтобы не замокали какой-то там еще плюс декор тут вазон такой же точно есть в моем контейнерном садике два растения которые не морозостойкие тоже пару слов о них скажу вот первое растение не зимостойкое это хамелациум или восковой мирт посмотрите насколько его веточки его листочки схожи с хвойным растением и когда я ставила его видео шорсу многие спрашивали а что это за хвойное растение которое цветет хамелациум действительно цветет белыми цветочками и эта картина очень очень красивая я конечно же не приветствую вот это занести вынести то есть на улице должны находиться те растения которые морозостойкие но обычно на улице выставляют действительно морозостойкие растения я подумала но если это растение стоит на улице значит оно будет и зимой находиться принесла домой эту красоту на штамбе а потом прочитала что оказывается мало того что его надо занести в помещение ему еще надо и создать условия то есть длительное время хамелациум должен получать свет и не высокая температура то есть там не выше допустим плюс 15 градусов должно быть в помещении что еще хочу сказать о нем эту красоту я за лето два раза стригла он в принципе хорошо наращивает зеленую массу кроме того что это было просто безумно красивое цветение просто вот эти мелкие цветочки покрыли этот необычайной красоты шарик но этот шарик я стригла и и конечно же я его позже занесу в помещение и посмотрю как он у меня выдержит зиму следующее растение такого же рода это сафура японская где когда я увидела вот эти знаете такие вот волнистые веточки вот эти малюсенькие листочки но это я не знаю но есть что-то мельче вообще вот скажите ну-ка камера фокусируйся вот видите вот эту красоту как заметила но я не могла конечно же ее не взять а потом опять таки дома читаю не морозостойкое поэтому это тоже одно из растений которое зайдет в помещение с этой стороны как я и говорила тис тоже плющ и тоже случайно появилась вот эта каменная роза а декорчик и и вот посмотрите вот на таком декоративном срезе дерева у меня каменные розы стоят вот так они выглядят сейчас с другой стороны зайду вот так намного лучше да вот как-то скажу вам что-то они в этом сезоне тут три сорта но не очень меня порадовали поэтому либо поменяю в озон либо либо еще подумаю такие же у меня каменные розы здесь вот на таком пне находится такой природный вариант делала этот пень для на седума акре но тоже он меня вот 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 он вот этот седум акре но тоже как-то он пень не покрыл и я потом вот что было сюда то и посадила и вот такая картина вот это у нас такой огромный огромный самый огромный этого красивого небесно-голубого цвета в озон и тут у меня в принципе ну типа композиции это седум мелкий седум цвел бесподобно бесподобно все было покрыто его соцветиями вот такие листочки они в принципе аквамариновый цвет приобретают летом вот там еще немножечко он сохраняется вот видите вот так камера фокусируйся вот и вот такая малюсенькая малюсенькая вот смотрите зимчик розочки это розочка лили самая миниатюрная розочка так и здесь седум этот ложный отчиток ложный который видите нет меня вот который здесь находится вот на таком срезе посмотрите так это две палки для декора камень с мхом шишки для декора и в общем вот такой вазон переходим это друзья сейчас в кадре хэбэ хэбэ имеет много сортов они разные это у меня самое высокорослое растение в моем саду не знаю может быть еще какие то есть выше и вот такая вот варигатная расцветка у этого хэбэ что хочу сказать по поводу хэбэ все хэбэ в моем саду с мелкими цветочками все переносят зиму так как они вот и выглядят сейчас и вот один год у меня были хэбэ с вот такими листочками крупными и вот видите вот отсветшиеся цвете они цвели так вот такие хэбэ из зимы не вышли поэтому я его в сад даже не высаживала я его сразу определила в контейнер с тем чтобы я думаю наверное где-то во второй половине ноября на или в декабре занести тоже в помещение или же просто принять выкнуться с мыслью что весной и я его не увижу если оставлю на улице здесь у меня хостарий хосты 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 даже вот под этой корзиночкой там тоже хоста вот это первый фрост первый мороз фрост это на английском вот она посмотрите вот это октябрь месяц вот так она радует меня долго она остается декоративной вот эти неприятности вот были вот такая ржавчина но я подозреваю что это роза заразила а так в общем конечно же растение прекрасное прекрасное все остальные посмотрите здесь уже потеряли свой декоративный вид я не спешу обрезать листья я вот смотрела видео где рассказывают что надо обрезать но я заходила на наши сайты и читала там и пришел к такому выводу что вот если я подхожу и вот например вот нелегко что я уже те которые легко их по удаляла то есть если я подошла и листочек вот 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 только что я взяла вот так легко отходит я его собираю вот а если он еще держится я этого никогда не делаю это такое знаете сколько хозяек сколько и мнение я рассказываю как делаю я и вверху от этой красоты находятся все думы о которых я в принципе и хотела бы сегодня рассказать это все я думаю зибальда это нет это другой и он уже видите потерял листья только вот соцветия еще остались которые вот так они уйдут в зиму засохнут а потом я их уже где-то например там феврале обрежу не только здесь у меня отчитки зибальда вот еще висят я заберу отчиток принесу к тем и уже будем вместе их рассматривать и вот тоже отчиток зибальда которые у меня уже третий год растет в этом декоративном вазоне он хочу сразу показать как он выглядит вот отчиток зибальда это общее название конечно же медиа варегатум варегатум например название да у нас эти отчитки называют октябрина или октябрьский отчиток почему потому что эти отчитки цветут именно в октябре тогда когда другие вот к примеру уже потеряли свою декоративность то есть отцвели они солировали летом а именно октябрь октябрь радует нас отчитками зибальда вот я принесла с той стороны эти отчитки сюда и давайте посмотрим на них вот к примеру здесь листья желтые с красным но они выходили вот такие желтые с зеленым потом под летним солнцем они начинают краснеть вот ближе к осени постепенно постепенно вот смотрите полностью вот они здесь два одинаковых два одинаковых и вот он полностью покраснел но выходили они зелененькие желтенькие вот где-то вот здесь еще виден цвет смотрите три цвета желтый зеленый и красный и вот этот отчиток у меня висел Здесь, вот посмотрите, там, где солнце не заходило, то есть отчиток может, в принципе, расти и в притененном месте. Просто тогда мы не увидим его осенней яркой окраски, такую, как мы наблюдаем именно сейчас. Как я уже сказала, что отчитки Зибальда, ну, их можно сразу распознать среди других. Вот посмотрите, вот этот отсветший, это не Зибальда. Посмотрите, куда направлены его веточки, они направлены вверх, тогда как отчитки Зибальда имеют ампельный эффект. И эта их особенность, в общем, делает их используемыми в кашпо, в контейнерах, вот именно как ампельное растение. И длина вот этих веточек, она варьируется где-то 25-30 сантиметров, ну, плюс-минус, может быть, где-то у кого-то и 35. Вот присматриваюсь к вот этому отчитку. Посмотрите, я еще в одном месте подойду, покажу его. Вот он тоже, в принципе, имеет ампельный эффект. И он декоративен по сравнению с этим и сейчас. Хотя вот чуть-чуть отсвел. И я, честно говоря, вот не знаю, или это тоже один из сортов отчитка Зибальда, или же это какой-то другой. Но в любом случае, он декоративный. Он декоративный и в октябре. Сейчас покажу вам его в другой композиции. Если кто-то, конечно же, знает, как он называется, напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот, мне кажется, точно такой же отчиток, посмотрите. Это у меня в одной из грильниц находится. Также же хочу взять, чтобы видно было. Давайте вот так. Вот, то есть, посмотрите, его вид в октябре месяце. Ну, понятно, что наш климат отличается, допустим, от других климатов. Но ведь и в другом климате он тоже будет цвести дольше, нежели другие отчитки. И выглядеть декоративнее, дольше, нежели другие отчитки. Вернулась еще раз к отчитку, которую у нас называют октябрино. Который я рассказывала, что, видите, он не полностью покраснел. Он остался желтым. Вот этот отчиток может давать отросточки, которые будут не варегатные, а просто темно-зеленые. И мы их сейчас здесь же и увидим. Вот это варегатные листочки, а вот это идут темно-зеленые. Я думала, что это посажены два разных растения. А потом узнала информацию, что этот отчиток вот дает такие как бы шпрёслинги, по-русски ответвления. Я их не срезаю. Вот они остаются. Единственное, что вот эти варегатные, они более нежные. А вот эти, они такие пожёстче. То есть эти легко срезать. А эти, ну, не с усилием, но относительно в сравнении с другом. Значит, конечно же, все эти отчитки требуют солнечное место. Это, как я уже показывала, разница, да, как окрасились листья со стороны солнца и как окрасились там, где солнышка не было. И вот это их октябрьское цветение. Они практически все цветут мелкими розовыми цветочками. Все отчитки, не только эти, засухоустойчивые растения. И с изменением климата это очень хорошая альтернатива, если какое-то другое растение выпадает. То это уж точно не выпадет. Смотрите, как красиво девичий виноград. Постоянно здесь стою и любуюсь. Какая красивая все же осень. Такие краски дают. Вот ни одно время года не дает столько красок, сколько дает осень. Этим летом, и не только этим, я размножала эти отчитки. Есть видео на канале. Вот так срезала и высаживала. Вот, например. Здесь у меня целая батарея отчитков. Это все как бы отросточки, которые я готовлю. Сейчас с другой стороны покажу. Посмотрите, вот это первый, это обычный. А вот отчитки Зибальда. Так, мне тут не очень удобно стоять. Вот тоже отчиток обычный, который уже не имеет декоративного вида. И еще, друзья, я хочу показать, как смотрится отчиток Зибальда в саду. Вот один из имеющихся у меня отчитков я посадила вот в этот свой миксбордер. Этим летом, просто летом, так как он имеет ампельный эффект, спасибо ему за это, посмотрите, то я, конечно же, немножечко вот как бы камни добавила, чтобы он как бы свисал с этих камней. И вот этот сорт, который, он мог бы быть более ярким. Но, смотрите, солнца нет. То есть оно вот утром было, и потом оно придет чуть позже. То есть этот отчиток не находится постоянно под солнцем. Поэтому он не окрасился в яркий алый цвет. Что, в принципе, тоже неплохо. Друзья, а это самый обычный садовый отчиток, отчиток видный. Я не знаю его название, ему у нас 100 лет, этому отчитку. И я его сюда, в принципе, посадила, когда часть, не часть, а вот эта моя клумбочка, вот где ель акракона, вот там она заканчивалась. И практически были только все оттенки зеленого. И мне очень хотелось, чтобы среди, допустим, там елочки, это ель бекалор и алькока, и между вот этим, как же он, ой, забыла, чтобы вот, ну, какую-то цветность иметь. И кто же, как ни седум отчиток видный, именно осенью даст эту красоту. А потом у меня появились другие растения, и они перетягивают на себя внимание. Здесь уже никто не видит этот отчиток, поэтому я его, конечно же, перенесу в другое место в саду. А вот в этой части моего сада ничто не перетягивает на себя внимание, и поэтому отчитки здесь смотрятся прекрасно. Вот они здесь солируют. Очень красиво. И я сейчас зайду с другой стороны, чтобы, возможно, там светотень будет более красивая. Да, действительно, с этой стороны намного декоративнее. Вот они, гамма зеленого и они. Понятно, что вот они уже отцветают, но, в общем-то, все мы знаем, кто такой отчиток и как он смотрится. Посмотрите, голубоватый цвет, темно-зеленый, серый, там салатовый. И вот на фоне любого оттенка зеленого отчиток смотрится бесподобно. Ну и гулять так гулять. Давайте помечтаем, повизуализируем, а с чем же отчиток смотрится красиво и декоративно. Я выбрала несколько картинок из интернета. Давайте их посмотрим. Вариантов расцветок седума и его сочетания с другими растениями достаточно много. Но мне лично понравились те варианты, где седум сочетается со злаковыми растениями. А вот эта картинка. Розовый седум с пшеничным цветом. Моя любимая картинка. И, конечно же, высаженный массивом всегда смотрится выигрышно. Я вот так беру понравившиеся мне картинки, хожу по саду и визуализирую, как мне нравится и что мне бы хотелось видеть в своем саду. Мечтайте, ибо созидательные мечты имеют свойство сбываться. Всем мира и добра! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!